Слушай, не зевай, не зевай, всё за мной, всё за мной, повторяй, повторяй. На прослушивание в детскую хоровую студию «Камертон» сыновей Максима и Михаила, их мама Марина привела по желанию самих мальчишек. Старший Миша большой любитель пения, а младший всё повторяет за братом. Да и сама Марина в своё время закончила музыкальную школу. Во-первых, у меня есть интерес у ребёнка к музыке. Здесь порекомендовали, что хорошая студия, что хорошо занимаются с детьми. У нас сестра ещё двоюродная занимается здесь же, поэтому на примере её привели сюда. Хоровая студия «Камертон», ансамбль танца «Улыбка» и «Плесунья», клуб юных моряков «Меридиан», клуб «Юный патриот Родины», флотилия «Варяг», а также множество кружков и секций по декоративно-прикладному и техническому творчеству, туризм и краеведение, школа вожатых. В Центре детского творчества ищут и находят своё призвание тысячи маленьких жителей Владивостока. Стараемся, ведь мы занимаемся всё-таки народным танцем, народной традицией, ведь народным танцем занимаются люди, которые изучали эти традиции. И, видимо, благодаря этим традициям и благодаря этим танцам мы воспитываем таких детей, и таким образом получается у нас семья. Ансамблем «Плесунья» Юлия Горбунова руководит 11 лет, а сам коллектив существует более четверти века. Награды званий у знаменитого ансамбля «Великое множество». В творческой копилке выступления на знаменитых международных сценах. Сюда приходят в три года и остаются даже после окончания институтов. Начало нового учебного года в Центре детского творчества также начнётся с выступления «Плесуньи». В этом году Центр детского творчества получил миллион рублей на развитие. Деньги учреждению выделили на условиях конкурса. Деньги выделяются из бюджета города по распоряжению главы Виталия Веркиенко. Среди критериев конкурсного отбора – создание условий для сохранения здоровья детей, обеспечение качественного образования, эффективное использование современных образовательных технологий, создание условий для оказания бесплатных дополнительных услуг детям. Дворец детского творчества предложил проект под названием «Зажги свою звезду» и создание театрально-концертного комплекса. Для школьников города Владивостока все программы бесплатные. То есть дети с 1 по 11 класс посещают все наши кружки и секции бесплатно. Для дошкольников мы предлагаем платную услугу. Это у нас несколько программ. Основная из них, которая большую часть дошкольников обхватывает – это «Ступенька в будущее». Это не программа по подготовке ребенка к школе. Это программа, которая позволит ребенку попробовать себя в различных видах деятельности. Новый учебный год в Центре детского творчества официально начинается с 15 сентября. Детям нужно дать время акклиматизироваться после летних каникул, считают педагоги. Записаться на любые занятия сегодня можно в Центральном корпусе. Руководители кружков ждут всех желающих. Светлана Садовая, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.